И всем привет, друзья! Меня зовут Лайтер, и добро пожаловать во вселенную Robblogs! Сегодня, друзья, мы вместе с вами будем играть в Tower Defense. Да не в обычный, а в самый настоящий анимешный. Друзья, я эту карту нашёл совершенно случайно, и я просто уверен, что она вам понравится. Это просто что-то с чем-то, такие комментарии, такие отзывы. И мы сегодня вместе с вами в первый раз будем на неё смотреть. Итак, друзья, что я здесь уже заметил? Я заметил, что мы вроде бы как самые обычные персонажи. Но здесь, когда мы начинаем бежать, то мы бежим вот так вот смешно, прямо как, знаете, в Наруто. Ну и также у нас вот такие вот забавные прыжки с сальтушками вверху. А что ж, друзья, давайте не будем медлить. Вот это главное лобби я, наверное, не буду обозревать. И сразу перейдём к Story Mode и посмотрим, что же нас ждёт здесь. Итак, мы попадаем в какое-то лобби. У нас здесь есть пустые комнаты. Ну, например, вот это. Почему бы сюда не зайти? Мы её занимаем и начинаем нашу игру, нажав на волшебную такую зелёную кнопочку Start. Итак, сразу, друзья, хочу вас предупредить, что эта игра очень требовательна. То есть, если у вас слабый компьютер, возможно, она у вас не пойдёт. Но зато, зато этот Tower Defense мега интересный. Давайте разбираться. Мы возьмём, наверное, уровень сложности, ну, можно взять Normal. Почему бы и нет? Я думаю, нормально. То есть, самый лёгкий, конечно, уровень сложности я брать не буду, потому что это, ну, очень легко. Ну, а самый тяжёлый я тоже брать тоже не буду, потому что это, ну, очень сложно, достаточно логично. И, друзья, давайте разбираться. Смотрите, мы можем ставить вот таких вот маленьких, интересно, человечков из аниме. Например, давайте поставим их, ну, наверное, не вот здесь, наверное, вот тут поставим хотя бы одного. Всё, вот он у нас стоит. Он у нас стоит 250 долларов. Можем поставить также второго. Давайте его поставим прям ровно за ним, чтобы вот так вот они вдвоём стояли. И у нас идут вот такие вот Наруто-мобы. Это у нас, похоже, что это Саски из Наруто. И эти мобы должны будут их атаковать. И смотрите, что же они делают. Используют какое-то нереальное торнадо для того, чтобы уничтожить наших негодяев. Что ж, давайте попробуем поставить другого моба. Например, давайте вот такого. Ааа, мне не хватает денег, понятно. Так, а что же делать с вот этими, которые идут? Я не смогу с ними справиться. Давайте начнём следующий раунд. Может быть, не хватит баланса. Друзья, я уже начинаю проигрывать потихонечку, ё-моё. Но я думаю, что я сейчас справлюсь. Надо мне сейчас сделать так, чтобы эти мобы убили вот этих. Я получил немного денег и успел поставить одну башню здесь. Ё-моё, я не думал, что будет так сложно, возможно, вначале. Но это достаточно интересно. Так, сейчас мы узнаем, успели ли я справиться или нет. Ааа, у меня есть 200 баксов. И я могу купить вот такого чувачка. Не заметил, слишком рано вас напугал. И я уверен, что он сейчас справится. Опа, на одного он уже убил. А я думаю, что второго он сейчас тоже убьёт. Ты чё, дружище, а что ты не атакуешь-то? Ё-моё, что такое? Почему он их не атаковал? Очень странная ситуация сейчас была. Эти два человечка почему-то не справляются. Возможно, потому что они стоят очень близко. Ну, ё-моё, начинаются проблемы. Что ж, друзья, сейчас будем разбираться. Итак, нужно обратить внимание на то, что это мобы у нас сейчас пока что идут первого уровня. Вот здесь есть моб второго уровня. И это, конечно, уже гораздо-гораздо сложнее. Так, ну я не знаю, даже справится он один. Наверное, нет. Сейчас мне нужно некоторое количество денег, чтобы поставить ещё одного. Так, ай, вот я уже нашёл, как это сделать. И давайте-ка. Он наносит урон всем. Понятно. Я так чувствую, что я сейчас проиграю. Друзья. Так, ну этого мне, наверное, хватит. Запаса здоровья. То есть я, конечно, сейчас не сольюсь. Но вот здесь вот мне стоит определённо укрепить свою защиту. Возможно, вы подумаете, что я не умею играть в тавер-дефенсы. И это действительно так. Я очень редко в них играю. Особенно в роблоксе. Но ничего страшного. Я сейчас по логике догадаюсь, что мне конкретно здесь нужно делать. Я имею в виду, какую тактику выбрать. И я уверен, что у меня всё получится. Так, а тактика у меня будет следующая. Я поставлю просто ещё одного моба вот здесь. И я думаю, что он уже вот будет справляться с вот этими. И вуаля. Хороший удар. И моб падает. Да, да. Смотрите, определённо стало всё гораздо лучше. Пускай справляется. Ну и вот эти вот двое у нас тоже будут на подстраховке. Также, друзья, смотрите. Здесь у нас есть улучшение. Мы можем улучшать вот этих мобов. Нажав на кнопочку апгрейд. Хорошо, хорошо. Так, цель можно выбрать. Ага, менять. Ну хорошо, всё. Теперь понятно. Новый раунд предлагают нам. Хорошо, давайте новый раунд. И сейчас я, наверное, апгрейдну хотя бы одного нашего защитника. Для того, чтобы он стал сильнее. И хотя бы как-то смог защищать наше, можно сказать, королевство. Так, ну это вообще никуда не годится. Так, как мы будем улучшать? Давайте вот этого улучшим. Смотрите, он у нас второго уровня. У него поднимается радиус атаки. И это, конечно, уже получше. Тут идут мобы третьего уровня. Это уже гораздо сложнее. И давайте посмотрим, как он с ними справится. Ну, какой-то слабенький удар. Хотя... Знаете, он очень редко бьёт. То есть, если бы он бил чаще, было бы гораздо приятнее. А он бьёт достаточно редко. Ну-ка, давай. Опа. И... Опа. Они уже вдвоём начинают драться. Отлично. И... Потихонечку сгорают наши жизни. Ё-моё. Так. Надо придумывать новую тактику. Здесь что у нас происходит? Здесь у нас происходит... Ха-ха. Халай-махалай. Потому что они просто нереально проходят. Мне нужно ещё некоторое количество денег для того, чтобы с ними со всеми справиться. А денег у меня явно не хватает. И знаете, это у нас уровень сложности ещё нормал. Это самый нормальный уровень сложности. Я думаю, что было бы сложнее. Было бы хуже. Ну, ладно. Так. За 150 монет я что могу улучшить? Давайте посмотрим. Вот этого, по идее, могу за 150 монет улучшить. Мне это поможет в этой ситуации? Давайте подумаем. Ну, я думаю, что да. Давайте, наверное, я улучшу. Вот. Радиус атаки у него уже будет больше. Но, друзья, мне кажется, я сейчас проиграю. Ну, в любом случае, ничего страшного. Я уже понял, как играть. И если что, мы с вами начнём новую игру. И, соответственно, уже сделаю я по-другому. Я понял свою ошибку. Мне, наверное, всё-таки не стоило вот этих двоих ставить рядом. Вот реально не стоило. Давайте вернёмся в лобби. У нас появилась вот такая вот статистика. Мы сейчас вместе с вами ознакомились с игрой. То, что мы проиграли, ничего страшного абсолютно в этом нет. И давайте сейчас начнём по новой. Мы получили опыт, мы получили знания. И это самое важное. Так, дальше бежим в Story Mode. Story Mode у нас находится вот здесь. И, кстати, друзья, помните, я вам говорил, что игра очень требовательна? Помните? Вот, смотрите, у меня сейчас полностью она не прогрузилась. То есть мы вроде бы как вышли в лобби. Но у меня, смотрите, нет интерфейса. И у меня также я не могу прыгать с альтушкой. Вот. Это как раз-таки из-за того, что игра не прогружается. И когда я наступаю вот сюда, у нас игра также не начинается. Нам нужно подождать некоторое время, пока она прогрузится. Вот так вот, конечно, это всё работает. И после чего мы уже сможем зайти вот сюда в Story Mode. Вот, как, например, сейчас. И, соответственно, продолжить игру. А также, друзья, здесь есть различные магазины. Ну, это магазины за всякие VIP. Также можно крутить Tower Spinning. Давайте попробуем это сделать. Прокрутим одну рулеточку. И нам выпал вот такой вот Yoway. Очень интересно, что он делает. Попозже мы это узнаем. А также у нас здесь есть какие-то коробочки. Да, только что, по-моему, где-то были. А где? О, Games Amons. То есть за самоцвет ещё можно что-то здесь покупать. Круто, круто, круто на самом деле. Что ж, хорошо, давайте выйдем отсюда. Посмотрим, что у нас есть ещё. Какие-то свитки. А, это квесты. Смотрите, за выполнение определённых квестов мы будем с вами получать какую-то награду. Что ж, здорово, интересно. Бежим сейчас проходить Story Mode. В этот раз я буду гораздо предусмотрительнее и гораздо умнее. Я просто не понимал, как работает первая башня. Но сейчас сразу всё стало понятно. И сейчас у нас всё будет гораздо-гораздо легче. Да, господи, я же только зашёл. Ну-ка, верните меня назад. Сейчас мы с вами занимаем свободную комнату. Ну, например, вот эту. И начинаем нашу игру. Нажимаем кнопочку Start Game. И сейчас мы вместе с вами прямо сразу... Знаете, я, наверное, даже не буду менять уровень сложности. Я возьму Normal. И на этом нормальном уровне сложности мы с вами будем проходить. Вот, Normal. Кстати, за этот уровень сложности дают больше опыта. И обратите внимание, вот этот моб у нас стоит дешевле, но у него урон 6. А у этого урон 12. И у этого перезарядка быстрее. Короче, нужно ставить вот этого. И сразу скажу, что его нужно ставить, наверное, где-то... Наверное, вот так вот мы его поставим. Это первого мы поставили. И второго нам тоже нужно поставить, я думаю, что где-то... Ну, может быть, вот здесь. Да. Давайте попробуем это сделать. И вот они по очереди сейчас будут пинать вот этих вот монстриков. Ну, хотя на монстров они не похожи, ну, можно сказать, ниндзя. Да, их даже зовут ниндзя. Вот, оп, он снес 12 жизней ему. И потихонечку-потихонечку они будут с ними разбираться. Это, конечно, очень хорошо. Всего у нас идет 4 ниндзи. Теперь их гораздо меньше. Трое. Так, разобрался. Не совсем. Так, 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 так. Давайте думать. Опять они проходят. Вроде бы уровень сложности нормальный. Но, видимо, первые мобы всегда будут проходить. Это, видимо, нормально. Так, давайте поставим... Блин, это точно не справится. Я все-таки буду покупать только вот таких вот. А если их улучшить, то что будет? Давайте улучшим. Пускай эти пройдут. Пофиг на них. Пускай проходит. Ничего страшного. Но мы зато улучшили вот этого человечка. И он у нас станет гораздо-гораздо сильнее. Смотрите, он гораздо больше хп сносит. Хотя, как я понял, лучше было не улучшать. Лучше было, наверное, просто дополнительного поставить. Ну, хорошо. Окей. Я сейчас так и сделаю. Давайте пробовать. Отлично, умирают. Следующий раунд. Погнали. Сейчас я накоплю 250 монеточек. И мы сразу поставим следующего моба. Ну, вот эти... С вот этими точно справятся. Смотрите. Вот эти хорошо идут. Надо сейчас будет ставить следующего защитника для того, чтобы те не прошли. Можно, кстати, попробовать даже вот этого сюда поставить. Сейчас глянем. У него тут... Не, у меня денег пока что не хватает. Ну, сейчас, я думаю, мы наберем. Да, блин, опять и не проходит, черт возьми. Что за фигня? Аааа. Так. О, кстати, здесь есть эмоции какие-то. Смотрите, вау. Эмоция называется зомби. Так, следующий раунд. Погнали. И мы поставим, наверное, защитника вот сюда. Ага, отлично. И справится ли он? Смотрите. Кажется, справился, да? Только с одним. Ну, ничего страшного. Пускай он тут стоит. Этот защитник у нас будет добивать вот тех, которые идут здесь. Вот, например, вот этого он уже точно добьет. И мы потихоньку-потихоньку будем с вами расширяться, устанавливать защитников вдоль вот этой дороги. Давайте посмотрим, может быть, здесь есть какие-то пасхалки на карте. Вот за забор можно выбраться? Вау, можно. Нифига себе, круто. Посмотрите, друзья. Вау. Здесь можно даже побегать. Так, у нас тем временем начинается следующий раунд. И денег у меня уже достаточно, ну, я бы сказал, много. Давайте ставим еще одного защитника здесь. Отлично. Вот, вот это уже интереснее играть сейчас пойдет. Вот так вот и надо было сразу начинать. То есть, четыре защитника. А вот этого можно было даже не улучшать. И они все у нас стоят вот так вот вдоль. Вот эти вот ниндзи бегут, бегут, бегут. Но вот этот чувачок, конечно же, с легкостью с ними справится. А также у нас на пятнадцатом уровне откроется башенка. Новая башенка. Пока что у нас только две башни доступные. Но ничего страшного в этом нет. Пока что, я напомню, у нас шестой уровень. Я когда в лобби выходил, я увидел, что у меня пока что шестой уровень. Получится ли? Получится ли? Ай, не получилось. Серьезно, одного убить не получилось. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж, ничего страшного. Наверное, сейчас поставим еще одного персонажа вот здесь. Здесь, как я понял, нельзя все пройти с первого раза. То есть, если мы играем на нормале, у них больше жизни. И наша задача в какой-то степени чуть-чуть больше проигрывать. Ничего страшного в этом нет. Получать новый уровень и уже открывать новые башни. И с помощью новых башен уже как раз таки справляться со всеми нашими противниками. Вот это он хорошо ударил. Смотрите-ка, он сразу троих, по-моему, задел. Ё-моё. О, так, эти прошли. Хорошо. Так, 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 так. Давайте думать. Может быть, вот этого поставить? Какая у него суперспособность? Там вообще, кстати говоря, пишет. Вот смотрите, вот у этого... Да нет, ничего не пишет. Просто вот он как есть, так и есть. Так а зачем вот этот тогда нужен? Я не понимаю. Давайте попробуем поставить его вот здесь. Может быть, он сможет по области бить? Вроде бы, кстати, он по области лупит. Серьезно. Давайте... А, улучшить я его пока что не могу. Так, проверяем. Да, он лупит по области. Смотрите, прикольно. Давайте-ка еще одного такого поставим. То есть вдвоем они уже будут больше урона наносить. Очень много жизней у наших противников. Друзья, вы просто посмотрите. У них 50 хп. Это реально их сложно убивать. То есть они бы у нас прошли в любом случае. Но заметьте, в этот раз мы прошли эту игру гораздо дальше, чем в предыдущий раз. Вот, это уж определенно точно. Так, они вроде что-то пытаются справиться. Ой, босс пошел. Посмотрите, мы дошли до босса. Ё-моё, это босс. Капец. Так, тем временем мы поставим еще вот одного здесь. Второго. Эээ, давай-давай-давай. Че, денег что ли нету? Да деньги-то вроде есть. Ааа, не проходят. Так, потихонечку, потихонечку вот так вот устанавливаем. Ээ, так, нет, наверное. Не-не-не, да-да-да-да-да. Стоп. Ээ, я путаюсь. У меня же хватает денег. Почему нельзя поставить? Так, ставим. Будет что-то? Убьем мы этого босса или нет? Как вы считаете? Ай, немножечко не убили. Давай, господи. Чуть-чуть не хватило. Но, друзья, я уже понял, что какие башенки делают. И это, конечно, очень хорошо. Так, эмоции мы пока что спрячем. Давайте посмотрим, что будет, если я апгрейдну вот этого чувачка. У него просто станет гораздо больше урона. Давайте еще апгрейднем. Вот это, кстати. Надо было, наверное, их покупать и улучшать потихонечку. А они наносят очень много урона, друзья. Я, кажется, еще раз понял, как в это играть. Какую тактику здесь использовать. Я очень надеюсь, что мне сейчас дадут 15 уровень, чтобы у меня открылась третья башня. Потому что пока что я могу играть только двумя защитниками. Вот. То есть двумя башнями. Опять мини-босс, кстати, идет. Но в этот раз, я думаю, что с ним справятся. Причем налегке. Давайте смотреть. Ага. Вот этих давайте улучшим, кстати. Смотрите. Вот этих просто возьмем. Сейчас апгрейд сделаем. И этого тоже апгрейд. Денег не хватает. Но сейчас хватит. Вот сейчас мы прошли гораздо дальше. Вы заметили? Мы даже пока что не умираем. Ё-моё. Так, хорошо. О, смотрите, как хорошо справляются наши защитники. Вот это да. Вот это да. Отлично. Просто шикарно, я считаю. Так, еще раз вот этого надо улучшить. Сейчас деньги мне только натикают, и я сразу улучшаю. Потому что это очень нужная вещь. Так, еще одно улучшение. И смотрите. Вот это уже игра у нас пошла. Хоть у нас осталось очень мало жизней, но тем не менее мы справляемся. А это самое главное. Сейчас еще денег дадут за этих боссов. Прилично, я думаю. Да, дали денег, отлично. Ну, вот эти, конечно, уже не очень эффективны здесь. Надо было, наверное, вот этими играть. По 200 баксов их ставить. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Я сейчас просто их всех вот здесь поставлю. И у меня здесь будет очень сильная точка. Ааа, максимум три башни такие. Чего? Максимум можно разместить троих таких персонажей. Ё-моё. Понятно, понятно, понятно. Ну, пускай стоят. А вот этих тогда сколько можно разместить, интересно? По 250, которые. Сколько угодно, похоже. Да, сколько угодно. А вот таких вот только троих можно. Ну, это, кстати, очень сильные мобы, защитники, потому что они бьют по области. Ну, тогда будем играть вот этими. Этих мы полностью улучшили. Ну, что поделать. А, нет, не полностью. Какое? У них тут еще за 500 долларов апгрейд есть. Надо, кстати, обязательно купить. Смотрите, у нас уже гораздо лучше получается. Они идут, идут, а мы их уничтожаем и уничтожаем. Вот эта игра у нас пошла. Вот это я понимаю. Да-да-да-да-да. Так, ну вот этих, наверное, не буду улучшать. В принципе, наверное, и не нужно. Хоть у них и дэмэджи нормально. С мини-боссами мы точно справимся. Это 100%. Мне нужно сейчас 500 долларов накопить для того, чтобы вот этого, например, улучшить. Так, посмотрим, что будет с этими мобами. И по ним хорошие попадания. Они хорошо так огребают. Смотрите. Ну, вот этот, конечно, впереди, который идет, он очень жирный. У него 375 жизней всего. Это очень много. Ну, возможно, мы справимся. Сейчас будем смотреть. Так, можно улучшить вот этого. Давайте пробовать. За 500 баксов. Ё-моё, у него 20 чего? У него 23 дэмэджа. Офигеть. У него ренж увеличивается и кулдаун уменьшается. Это очень крутой персонаж четвертого уровня. Так, что у нас тут? Мы, походу, сейчас проиграем. Ё-моё, вы что, друзья, серьезно? Так, давай-ка, давай-ка. Ах, мы проиграли. Ну, ничего страшного. Смотрите, мы 788 опыта получили. Друзья, это очень много. Это реально очень много. Капец. Блин, на самом деле, классный тавер-дефенс. Мне очень нравится. И смотрите, у меня сейчас уже 10 уровень. У меня также на балансе есть какие-то монетки. И эти монетки мы можем потратить на какие-нибудь улучшения. Давайте посмотрим, что мы можем здесь улучшить. Вот у нас 3 башни сейчас есть. Вау. Можно, кстати, его применить вместо вот этого. Давайте его снимем, а вот этого оденем. Всё. Вот так вот у нас будет. И это я уже, конечно, попозже буду его использовать. И мне интересно, на что здесь можно потратить монетки. Вот они у меня есть. А магазин-то где? А, можно потратить монетки на спины. То есть вот, например, открывать новые башни, которые мы с вами будем использовать. Любопытно, любопытно. Давайте еще один ролл сделаем. И нам выпал какой-то чел с именем Гому. Интересно, что это такое. Давайте я сейчас посмотрю. Ой, этот 600 долларов стоит. Ё-моё, что так дорого. Так, я хочу посмотреть, какие у меня есть. Вот этот Гому. А сколько он стоит, интересно? Так, если вот этого мы снимем. Вот так вот. А вот этого, например, оденем. Он стоит 300 долларов. Он наносит 17 урона. А как он бьет-то? По области, не по области. Так, я чуть его не скормил. Всё, не трогаем. Короче, у нас две вот такие новые башни есть сейчас. Мы их будем использовать уже в следующем ролике. Ну, а на этом, в принципе, я с вами прощаюсь, друзья. Если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И по ссылке в описании вы найдёте продолжение этой серии Тавер Дефенса. В общем, заглядывайте в описании, смотрите следующий ролик. Ну, а я с вами прощаюсь. Меня звали Лайтер. Всем хорошего настроения и пока! Субтитры сделал DimaTorzok